Всем привет! Вы, как всегда, на канале Себя на Чемоданах. С вами я, Славян. Тут я оставлю свой инстаграм. Подписывайтесь и на него тоже. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. И сегодня мы будем разговаривать про Крым. А точнее, про 10 вещей, которых вы в Крыму не встретите. Я не буду затягивать. Ставьте лайк выпуску и погнали. Перед тем, как вы начнете смотреть данный видеоролик, я хочу вам порекомендовать отличный инстаграм-магазин Мини Диваны. Ссылочку на который я оставлю в описании под этим видеороликом. Заходите, выбирайте, смотрите. Большое решение цветов, различные ткани. И самое главное, что все в наличии. Склад находится в Московской области. Это значит, что вы можете заказать доставку по Москве, по Московской области. Либо приехать и сделать, например, самовывоз. А если вы живете в регионе, то просто пишите в инстаграм, оформляете заказ и вам доставляют при помощи транспортной компании. По мне так это отлично, потому что огромное количество диванов уже есть в наличии. Не нужно ждать. Ну и самое приятное, по промокоду славян на диване вы можете получить скидку в 1000 рублей. Пишите им скорее в инстаграм, подписывайтесь на их аккаунт и заказывайте диван. А мы продолжаем про Крыму. А теперь немного мы вспомним. В 2014 году по определенным причинам территория Крыма вступила в ряды российских территорий. Если это так можно назвать. И все думали, что вот сейчас крымчане заживут. Но, как оказалось, нет. Крым попал под мощнейшие санкции. И, конечно, куча всего, что вы не увидите в Крыму. Вот огромное количество. Мы разберем 10 самых важных, на мой взгляд, вещей, которые по приезду в Крым вы не увидите. Эти 10 вещей, они создадут явный дискомфорт. Особенно человеку, который приехал, например, с какого-то города-миллионника. Давайте приступать к первому. Я уверен, что каждый из вас хоть раз в жизни пользовался такси. А особенно жители миллионных городов точно меня поддерживают и скажут, насколько же сейчас это удобно. Не нужно никуда звонить. Вы просто берете свой телефон, заходите в приложение либо Яндекс.Такси, либо Uber, заказываете машину. 5 минут, машина возле подъезда, можно посмотреть рейтинг и так далее и тому подобное. Почитать отзывы от водителей, выбрать себе вообще машину по любому классу. Так вот, знайте, приехав в Крым, если вам нужно будет воспользоваться такси, там этого нет. Там нет ни Uber, ни Яндекс.Такси и подобных сервисов, которые вы привыкли видеть здесь на материке. Там есть свое такси, нужно звонить, заказывать. Но цены в принципе нормальные. Мы лично не пользовались, но по опыту наших знакомых знаем. Поэтому, если окажетесь, будьте к этому готовы. Возможно, вам прям с аэропорта уже предстоит с этим столкнуться. И так как уже с аэропорта, либо прям с вокзала вам придется вызывать себе такси, то мы сразу переходим ко второму пункту, друзья. Это связь. Мобильных операторов в Крыму нет. Ну, в смысле, они есть, но российских, которые вы привыкли видеть, там, Beeline, Megafone, МТС, их нету. Я уже молчу про самые новые, там, типа, Сбер, Тинькофф и так далее, и тому подобное. И кто-то сейчас напишет сразу в комментариях, да, ты что, МТС есть? Да, он есть, но он не называется МТС. Они такие. Шик-шик, что-то прошарили, и каким-то образом, да, действительно, МТС там ловит. Но в любом случае, в уголке, где пишется оператор, у вас бы не будет писаться МТС, у вас будет писаться волна. И да, если здесь на материке мы пользуемся МТСом по полной программе, то знайте, если у вас тоже МТС, как и у меня, то перед тем, как попасть на Крымский мост, зайдите в приложение и подключите услугу. Она, по-моему, называется «Везде как дома». Для чего это нужно? Если вы попадете в Крым и не включите эту галочку, то знайте, у вас будет роуминг, как и у Megafone, у Beeline. Да даже если вы включите эту галочку, то тариф, который у вас есть дома, он обнулиться и будет другой. Съездите, узнаете, посмотрите, какой. Лично у меня, например, безлимитный интернет. И когда я попадаю на территорию Крыма, включаю эту галочку, то безлимитный интернет у меня пропадает и всего лишь на сутки они дают 500 мегабайт. Что делать с таким огромным трафиком? Я не знаю, учитывая, что у нас трое детей, где-то мультик, где-то фильм. Вообще, конечно, я рекомендую по приезду в Крым, купите просто местную симку конкретную, я порекомендовать вам не смогу. Но у нас есть симка волны, работает вроде нормально. Следующая вещь, если ее так можно назвать, это заправки. Представляете, если вы едете на машине в Крым, то заехав на территорию Крыма, вы не увидите привычных нам заправок, типа там Лукоил, Роснефть, ТНК, Газпром и так далее, и тому подобное. Там этих заправок нет. Там есть другие заправки. Это Атан, желтая заправка, запоминайте. И ТЭС, это такая фиолетовая заправка. Вот эти две заправки я рекомендую. На них вы можете заправляться. Топливо там хорошее. Я проверял и бензин 95-й, и дизель. То есть мы на разных машинах в Крым гоняли. На других заправках я не рекомендую заправляться. Что там за топливо, вообще неизвестно. Следующее. Каждый, кто первый раз приезжает в Крым, задается вопросом, а где Сбербанк? У вас нет Сбербанка? Как так-то? И да, в Крыму нет Сбербанка, представляете? Да и вообще, любых банков, которые вы привыкли видеть у себя в городе, их тоже нету. Никакого. У них там есть РНКБ банк. Вы также можете спокойно снимать там деньги. Периодически с каких-то банкоматов берется комиссия. Почему я говорю периодически с каких-то банкоматов? Мы снимали с разных банкоматов в разных городах, в разных поселках. И на самом деле, независимо от сумм, где-то берется комиссия 50 рублей, а где-то она не берется. Можете писать комментарии, как это у вас происходит. Но знаете, есть РНКБ, есть Российский банк, по-моему, называется. А, Генбанк. Генбанк он еще называется. И на этом все. Если вы привыкли оплачивать покупки своим телефоном, либо часами, то у вас это не получится. Если вы пользуетесь, например, Google Pay, Apple Pay, то у вас это не получится. Вам нужно будет установить приложение МирПэй, туда вбить свою карточку Мир, и тогда вы сможете рассчитываться. В другом случае нет, там это дело не работает. Также, периодически, виза и мастер-карт там тоже не работает. Поэтому, конечно, если вы едете в Крым, например, надолго, либо на запад, сделайте на всякий случай себе карту Мир, чтобы она у вас была. Потому что вы можете в один момент прийти в магазин, приложить свою карту, и у вас она не будет работать. Потому что, бац, вдруг отключат визу и мастер-карт. Следующий пункт, это для тех, кто привык питаться фастфудом, любит Макдональдсы, Бургер Кинги, Кефиси и тому подобные большущие сети, которые вы привыкли также видеть в своем городе, то знайте, в Крыму полный облом. Ничего подобного там нет. Есть аналоги крымские, но таких брендов всемирных, известных, их тоже нет. Я как бы не могу назвать, что это минус. Возможно, это и плюс. Как бы в отпуске хотя бы гадость эту не кушайте. Сделайте небольшой перерыв своему животу. Мы все привыкли ходить в магазины, такие как Магнит Пятерочка. Я думаю, каждый из вас туда ходит. Кто-то ходит, например, в Азбуку Вкуса и так далее и тому подобное. Но смысл в том, что в Крыму таких продуктовых магазинов, их там нету, представляете? Тоже нету. У них есть магазин УД, так и называется, П-У-Д. Его много, его полно, но ценники там однозначно подороже, чем в Магните и Пятерке. Да в Крыму в принципе все дороже. Я вот про топливо говорил. В Крыму на топливо примерно 4-5 рублей цена выше, чем на материке. Поэтому я всегда рекомендую. Если вы едете на машине в Крым перед мостом, залейте полный бак. Если есть канистра, канистру наберите. Почта России и РЖД. Кто-то скажет, а этот-то тут при чем? На самом деле в Крыму нету ни почты России, ни РЖД. Да, построили железнодорожный мост. Да, ходят те же самые поезда. Но называется это не РЖД. Это называется КЖД. По-моему так. И принадлежит это не российским железным дорогам, а какому-то, ну назовем это частному лицу, предпринимателю, который завез туда поезда. То же самое из Почты России. Она как бы есть, но это не называется Почта России. Это называется Почта Крыма. У них есть такие же услуги, примерно такие же цены, но опять-таки это не Почта России. Это Почта Крыма. Если вы едете просто в 10-дневный отпуск, то скорее всего следующий пункт вам не нужен. Ну а если вы едете подольше, то скорее всего вам это пригодится. Вы наверняка привыкли заказывать все на таких маркетплейсах, где-то кто-то с Амазона заказывает. То знаете, в Крыму этого ничего нету. Особенно зарубежные крупные интернет-магазины в Крым не доставляют ничего. И с каждым годом, с каждым, наверное, даже месяцем отваливается постоянно один магазин. Ну единственное, что, кстати, топовый игрок России, это Wildberries, они на все забили и зашли в Крым. Видимо, основательницы компании все равно на эти санкции. Ну а вишенку на торте, друзья, мы делаем в качестве букинга и РНБНБ. Понятное дело, что РНБНБ не работало в Крыму давно, как только он присоединился к территории России. Букинг упорно продолжал работать, несмотря на все суды, иски и так далее и тому подобное. Он продолжал работать, потом он сделал, что больше не работает для туристов, и стал работать при помощи галочки «Путешествую по работе». И мы всегда так и рекомендовали всем. Но в этом году случилось вообще неприятное, потому что букинг ограничил доступ даже к этой галочке. То есть галочку-то поставить можно, но теперь вы не можете, как, например, в том году, забронировать себе номер для всей семьи. Сейчас будет выбор только для одного человека, соответственно, цена будет видна только на одного человека, и как с этим быть, тоже неизвестно. Это, конечно, трындец. Потому что мы, когда, например, арендовали жилье в Крыму, мы, конечно, пользовались букингом и этой галочкой. Сейчас этого нету, но на самом деле выход есть. Полно сайтов крымских местных, где все, кто сдают свою недвижимость, они, в принципе, сидят там. Букинг, конечно, не выход, это мировая такая платформа, где есть все, но теперь Крыма нет. Но если вы едете один, то галочку ставьте и путешествуйте по Крыму. Если вы в этом году решите отправиться путешествовать по Крыму, то я вам рекомендую приобрести наш авторский гайд, который мы написали путем исследования этого полуострова два года. Выпуски также есть у нас на канале. В эту книжечку мы упаковали весь наш опыт. Там есть контакты жилья, где мы останавливались, рекомендации, геоданные. Короче, там куча всего. Большая книга, которой пользуются люди, и все довольны. Цена у гайда 490 рублей, прошлогодняя, кстати, цена. Чтобы его приобрести, нужно написать либо мне в инстаграм, либо Настеньке. Ссылочку прямую на наш инстаграм я оставил в описании. Пишите, приобретайте, и путешествуйте по Крыму с легкостью и с удовольствием. Завершая этот выпуск, хочу сказать следующее, что на самом деле в этот выпуск можно еще накидывать всяких разных вещей, моментов, которых нету, к сожалению, в Крыму, которые есть сейчас у нас на материке. Но, пожалуй, давайте оставим это для комментариев. Поэтому пишите, что вы знаете, чего нету, и будем там общаться, добавляйте. Приятно будет почитать, может быть, я чего-то не знаю. Но в выпуске я вшил именно самые основные, которые действительно очень важны в путешествии по Крыму. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайк выпуску, не забудьте подписаться на канал, сделайте, пожалуйста, репост данного видеоролика в свои социальные сети. За это, конечно, отдельное спасибо. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok